МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, студия Марина Баль. Как тратятся средства, выделенные на медицинную дорогу Республики? Теперь будет жестко контролироваться. Два министерства здравоохранения и дорожного хозяйства переводят на казначейское сопровождение. Об этом накануне на заседании правительства сообщил Александр Бричалов. Решение было принято на встречу в российском Минфине. У ведомства серьезные претензии. Республика сорвала условия соглашения, из-за чего в федеральный бюджет придется вернуть более 14 миллиардов рублей. Между тем, напомнил Александр Бричалов, у региона большой долг по коммерческим кредитам. Работа по сокращению собственных расходов ведется слабо. Нам еще раз придется посмотреть внимательно на разумную оптимизацию и по численности служащих в правительстве и в администрации, и по обеспечению. Я поставил задачу руководителю администрации Смирнову Сергею Витальевичу подготовить план по оптимизации нашего автопарка. Начнем с этого. Александр Бричалов объявил выговоры руководителю Министерства промышленности Республики. Ведомство не освоило федеральное средство на развитие газомоторной техники. Не уложилось в сроки. Цена вопроса 10 миллионов рублей. По той же причине региональный Миндор-Транс лишился 800 миллионов рублей, которые могли бы пойти на ремонт дорог. В Ижевске начались температурные испытания теплосистем. Такая диагностика проводится один раз в пять лет. При помощи высокой температуры компании «Т-Плюс» и «Удмуртские коммунальные системы» проверяют свои сети на прочность. Процедура обязательная. Так, в магистралях выявляют слабые места. Дефектные участки вносят в план ремонтных работ перед новым отопительным сезоном. Руководитель «Удмуртских коммунальных систем» сообщил, что испытания продлятся до 27 апреля. Мы сейчас специально попробуем. Где-то с 22 часов до 8 часов утра мы эту температуру доведем до 100 градусов. Сделаем это для того, чтобы систему прогреть. И следующий шаг. Мы начнем плавный подъем температуры. С 11 часов до часу будет температура поднята до 125 градусов. После этого дадим постоять системе в течение двух часов и начнем плавное снижение температуры. От горожан просят не только понимание и терпение, но и призывают к бдительности. Отдельная просьба к родителям поговорить с детьми и запретить играть вблизи люков, теплотрасс, избегать мест парения и выхода воды. В тех же самых местах водители просят не парковать машины, особенно на газонах. Под ними как раз проходят магистральные трубопроводы. При обнаружении любых признаков повреждения сетей следует звонить в диспетчерскую УКСА. Телефоны на экране. Причина пожара унесшего жизни пятерых человек в Ижавске до сих пор устанавливается. Напомню, в субботу рано утром в частном секторе Ленинского района загорелся дом. Первый расчет пожарных прибыл на место через пять минут после сигнала, но в этот момент обрушилась кровля дома. Через 20 минут пожар был локализован, а под завалами обнаружены тела пятерых человек. Это были бабушка с дедушкой и их внуки. Предварительно причина, по мнению начальника регионального МЧС, могла стать проблема с проводкой. В сенях работал масляный радиатор, а вот пожарные извещатели хозяева не установили. В частных домах граждане обязаны устанавливать самостоятельно, добровольно пожарные извещатели. Они самые простейшие. У нас на той неделе три человека спаслись в таком же частном доме, проснулись и вышли из пожара, и спасли еще инвалидов, вытащили. В Удмурте стартовала оперативно-профилактическая операция «Автобус». Госавтоинспекторы проследят за выполнением правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток, а также за техническим состоянием пассажирского транспорта. Первый же день рейдов принес массу неприятных сюрпризов и штрафов. Дмитрий Вороновнин расскажет про водителей, которые не знают, где находится кнопка аварийного открывания дверей. К старту оперативно-профилактической операции «Автобус», как оказалось, не все работники ИПОПАД отнеслись с пониманием. Особенно сегодня возмущался этот кондуктор. Визит инспектора ГИБДД в салон на конечке 40-го маршрута помешал обеду. От тех состояний мы смотрим. Ой, как ведь мне, вот вы спопомните свой отстрой, а вы задерживаете. Задерживали, впрочем, не зря. Первое же требование водителю показать, как в случае аварии должны открываться двери автобуса, застало того врасплох. В обратном направлении что вы делаете? О, следующая дверь. Пойдемте. Ну, заходите. Да не так она должна открываться. А вот водитель этой десятой маршрутки и вовсе сегодня первый раз в жизни узнал, что такое кнопка аварийного открывания дверей. Открывается что у нас? Работает? Я не знаю, первый раз. Первый раз? Ну, я не дам на устройство. Я даже не знаю, для чего. Акварийный открывание дверей. Горе водителю маршрутки, чей стаж вождения 4 года, инспекторы ГИБДД выписали административный штраф в 500 рублей. На прощание тот обещал исправиться. Я не знаю, я первый раз просто на этом, я даже не знал, что за кнопка, для чего она нужна. Вы не проходите инструктаж, что ли, не знаете? Нет, мне просто не сказали, я остажировался, поехал и все. Ну, теперь вы будете внимательнее относиться? Да, я сегодня уже подойду, скажу механику. В первый же день операции «Автобус» сотрудники госавтоинспекции выявили в Ижевске два десятка подобных технических нарушений. Целую неделю инспекторы ГИБДД будут пристально следить и за выполнением правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток. В ведомстве считают, в погоне за пассажирами и прибылью водители часто забывают о безопасности. Так, во время прошлогодней операции «Автобус» было выявлено более ста нарушений. Самые частые из них – управление транспортным средством с техническими неисправностями, которые угрожают безопасности пассажиров. Статистика ДТП с начала года в Ижевске тревожна. Всем дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано по вине водителей пассажирского транспорта. За аналогичный период прошлого года было три происшествия. Семь человек получили травмы в текущем году. В прошлом году за аналогичный период травмировано четыре человека. Оперативно-профилактическая операция «Автобус» продлится в Удмуртии до 3 мая. Дмитрий Вороновный, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Благоустройство городов активизировалось в преддверии майских праздников особенно. В Ижевске на уборку выходят сотрудники предприятий и учебных заведений. Кто-то раскидывает оставшийся снег, кто-то убирает сухую траву. Желающие могли получить лопаты, грабли и перчатки. Собранный в мешке мусор вывозили на свалку работники городского дорожного управления. В 24-м лице уговаривать убираться после долгой зимы не надо было даже самого ленивого школьника. После такой продолжительной зимы все выходят с большой радостью. И главная задача, как сказали сегодня дети 10-го класса, чтобы этот снег быстро исчез и чтобы мы его больше уже не видели. Совет самоуправления школы решил, надо очистить от снега и мусора не только территорию свою, но и прилегающие к лицею бульвар Гоголя. Работали и педагоги, и лицеисты. Только учащихся за день субботника вышло около 150 человек. Следующий городской субботник пройдет в Ижевске 29 апреля. Первомайским субботникам поспособствует и погода. Синоптики обещают потепление. В Удмуртии, кстати, зафиксирована и первая гроза накануне в пригороде Глазово. Правда, первая в этом году гроза была очень слабая, отметила ведущий синоптик гидромедцентра Алла Шумихина. Этот апрель оказался немного холоднее. Обычного прохладно и дождливо будет и в ближайшие дни, зато скоро потеплеет. Нам осталось пережить всего одну холодную ночь. Еще ожидается одна холодная ночь. Ночь на среду до минус 2-3 градусов по северным районам Удмуртии. В центральных и южных ночь плюс 2 градуса. Начиная с этого момента, температура воздуха начнет плавно повышаться к выходным. Погода будет преимущественно без осадков. Нужно исключить четверг и пятницу, там местами еще дожди могут пройти. И температура воздуха с каждым днем будет расти. Четверг днем будет минимум плюс 12 градусов, в пятницу – 15, а уже в субботу воздух прогреется до 18 градусов. По предварительным прогнозам, первая мая будет теплым и солнечным. И последнее. Удмуртия вместе со всей страной написала тест на знание истории Великой Отечественной войны. Эта акция уже стала международной. Организовала ее общественная молодежная палата при Госдуме страны. Но тест, который писали в нашей республике, отличался от всех. Чем Елена Галимолина расскажет. 22 апреля, 11 утра. В российских регионах начали писать тест на знание истории Великой Отечественной войны. Удмуртия пишет уже второй год. На площадке УДГУ около 70 человек. Поддержать международную акцию в нашем регионе предложил молодежный парламент. По Ижевску, помимо Удмуртского государственного университета, также проходит еще тест в Ижевском государственном техническом университете. А по Удмуртии, говорю, в каждом муниципальном образовании есть. Вот, например, в Глазове проходит аж на пяти площадках. 30 вопросов за 30 минут. За каждый правильный ответ один балл. Но в Удмуртии уходить с площадок не торопится. Мы единственные из российских регионов, где помимо знания истории Великой Отечественной, решили проверить знания истории своего региона. С первой частью теста раньше всех, конечно же, справился Алексей Загребин. Профессиональный историк признается, в Госдуме страны каждый день встречается с историческими людьми. В подготовке вопросов по истории края принимал участие сам. Вместе с другими учеными Удмуртии. Они касаются и истории Великой Отечественной войны, участия наших земляков в этой исторической драме. Я не хочу раскрывать всех секретов, но там есть и вкусные вопросы о национальной кухне. Там есть вопросы, касающиеся нашего выдающегося земляка Петра Ильича Чайковского. В каждой семье история Великой Отечественной своя выстраданы. У студента Стаса Захарова на фронте была прабабушка Анна Смолина. Прошла всю войну пулеметчицей. Вернулась, воспитала детей и внуков. И таких молодых людей, решивших проверить свои знания о войне, почти полная аудитория. Наверное, все-таки для мальчиков это был более легкий вопрос, потому что там и про винтовки, и про танки спрашивали, и про операции. Для девочек, наверное, более легкий тест по истории Удмуртии, так как там спрашивали про флаги, про гимн и про композиторов. Я люблю историю, и это интересно, поэтому я и пришла. Нужно, конечно, помнить о тех, кто воевал за наше будущее, за то, чтобы мы сейчас жили нормально. Чтобы молодые помнили историю своих родных, историю своей большой и малой родины. И проводятся акции. В прошлом году из 230 тысяч жителей Удмуртии правильные ответы дали 60%. Результаты этого года подведут 27 апреля. Елена Гаримулина, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте. Майяудм.ру. Удачи вам и до встречи.